Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале «Экзегет». С вами священник Стахик Латвин. И сегодня мы с вами разберем, тоже не один, а сразу два стиха, связанные между собой в очень знаменитой притче, самой первой притче, которую Господь сказал и истолковал, притче осеять, или, точнее, даже не в ней самой, а в том самом данном нам Господом нашим и Спасителем Иисусом Христом образцовом ее толковании. Но разберем именно в таком практическом ключе, потому что можно осмыслять эту притчу целиком и некоторые детали упустить, в том числе некоторые детали, которые, увы, человеком могут подвергнуть унынию или навести некоторую даже такую клевету на христианство, в том числе, что христианство, оно как-то там человека подталкивает, чтобы человек страдал, мучился, а потом как-то в Царстве Небесном, а вот с ним кто-то там расплатится. Вот такая жестокая торговля, а Бог как кровавый тиран представляется. Все это сатанинская клевета. Поэтому давайте откроем, вглядимся, вчитаемся в евангельский текст. Евангелие от Марка, 4 глава, 16 и 17 стих. «Подобным образом и посеянная на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются». Мы видим вот это окаменение, окаменение места посева в божественной проповеди. Вот следующий стих, он будет про тернии, и в нем как раз кажется, ну нет, вот когда там гонение, страсть и страдание, это терния. И человек, который примерно слышал притчу, но не вчитывался в нее, его попроси пересказать, и 9 из 10 тебе обязательно скажут. Терния, что там по притчу? Ну, это там гонение, страдание. Ну, терния, они колючие. Нет, тернии, Господь, сравнивает совсем другим. А гонение и страдание уподобляются как раз вот этой каменистой почве, на которой можно расти, но тяжело корешкам цепляться. Вот как дерево, которое вцепилось корнями и прошел смерч, оно все равно устояло, да, а другие все прорывали и погибли. Что уж говорить о какой-то травке, о кустарнике, от которых и ничего, и не останется. Какой-нибудь оползень будет, да, тоже дерево стоит, и, наоборот, этими корнями даже берег держит. Да, а уже кустики давно погребены. Вот и вот эта каменистая почва, которая, она может для могучего дерева, она хороша, и точно так же каменистая почва нашего сердца, которая может быть хороша для того, чтобы, ну, какого-то, в принципе, добиваться успеха, потому что вот мы такие стойкие, мы там не чувствуем боли, не чувствуем сострадания, мы там можем позаботиться о себе, нас тяжело ранить. А Господь говорит, открой свое сердце, да, вот я стою при дверях, стучу, и нам неохота свое сердце открывать, потому что до ней мир принесет в него всякие скорби. Не хочу сострадать, не хочу сожалеть. Вот я в ракушке засел, и, в принципе, я никому не врежу, ну, и другие держитесь от меня подальше. Вот это, да, гранитный камушек в груди, как раз Господь и к нему и приравнивает, приравнивает вот такого человека, который слово Господне слышит. Это слово Господне вызывает у человека радость. Вот это то, что в 16 стихе, это не просто подводка к объяснению в стихе 17. То, что в нем акцент сделан на том, что человек с каменистой душой, с душой одеренешей, с душой такой самолюбивой, с душой неспособной к состраданию, к душой, которая может все сбить, что он все равно радость от Христовой проповеди получает. Это абсолютно естественно и логично. Это, кстати, очень важно помнить. Проповедь Христа несет радость. Человек, когда слышит о Христе, он радуется. Если ты увидел христианина, и он не радостен, то, конечно, какие-то печали, проблемы и скорби. Но на самом деле христианин, он настоящий. Он должен, несмотря на эти печали и скорби, проблемы, радость сохранять. Потому что радость ему дал Господь. Не то, что она у него была, а потом под такой тяжестью христианского их заповедей, христианской жизни, эта радость куда-то ушла, и ходят мрачные люди там в кирзовых сапогах, платок там на лоб навязывают. Говорят, не той рукой ты свечку передаешь, там начинают всячески ругаться. Да, и все вы грешники, что вы там развлекаетесь, там празднуете, какие-то праздники каяться в грехах там надо. Вот. Увы, вот этот стереотип, стереотип, он показывает, что люди, которые имеют каменистую душу, это те люди, которые не обязательно от церкви отступят. Потому что вот как говорит Господь, или гонение за слово, или какие-то скорби, то они тотчас соблазняются. Он не говорит, что они отвергают церковь. То есть да, кто-то человек, вот ему пока радостно со Христом, он со Христом, как-то ему плохо, он от Христа отошел. Причем человек, если отошел от Христа, что ему плохо, во время гонений испугался, во время советских гонений, я действительно знаю, что вот общался, вспомню, с бабушкой, она не знала, что ее уже дедушке, у этой старушки, он был православный диакон. Точнее, ее отец был православный диакон, а дедушка был священником. Потому что действительно все родственники это постарались скрыть, чтобы вот настолько они все это боялись, что даже новое поколение росло и не знало, кто предки его, самые непосредственные. И вот это почему происходило? Ну да, вот какая-то вера каменистая, ну ладно, это гонение. А вот просто какие-то, ну человек заболел, заунывал, ой, я там что-то Господу молюсь, сколько мне там вопросов пишут, вот батюшка, однотипные вопросы. Я вот молюсь, молюсь, а мне что-то там не помогает, болезнь не отступает. Или какому там святому помолиться, или так далее. Вот это все время попытка, что сказать, Господи, я готов-то спасаться, но только без этих тяжестей, без этих затруднений, без этих искушений. Так, возможно, наоборот, эти искушения и затруднения, они и дают нам возможность ко Господу прийти. Господь, и как вот Царство Небесное берется силой, и если ты не укоренился в плодородную почву, а там стоишь на каком-то песке, и корешкам тебе неоткуда эту влагу взять, то может, когда вот этот ветер идет, и тебя сдувает, если ты удержался, то Господь видит, ты заслужил, заслужил влаги, заслужил того, что вот эта плодородная почва, до нее твои корешки, которые сначала сквозь верхние слои шли, 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 они наконец-то дошли, уцепились. И ты даже в самой тяжелой ситуации все равно вот эту радость, которую я первый получил, будешь сохранять. Это более очевидно. Однако куда печальнее для человека, находящегося внутри церкви, а все-таки чаще всего наши беседы, наши толкования, наши пояснения здесь смотрит человек, который себя хоть как-то с церковью ассоциирует, а не против церкви настроен, в обиде на него как-то там унывает, что это человек, который остался вне церкви, а все равно подпал под Господнюю осуждение, под Господнюю печаль вот этот знак, что человек соблазнился. Потому что как раз, когда ты видишь человека в церкви, который приходит из церкви, и он устал после службы, и он там срывается на родных, да, я там молился, постился, вот, и вы теперь что, вы тут мне еще мешаете? То ты видишь человека, у которого вот, у него легкая скорбь, он там ножки устали, внимание как-то рассредоточилось, люди вокруг немолитвенные, и он из-за этого соблазняется, потому что сердце каменистое. Или человек берет и, правда, вот приходит в храм, и на него набрасывается кто-то, и там начинает поучать, не так прикладываешься, не так свечку ставишь, вообще не так себя ведешь, не там прошел. Это тоже у человека, он, ту радость, которая ему проповедь Христова была, он ее теряет, и несчастливый человек никто столкнется. Несчастливый, не домашний, которого там пришел и обругал после службы усталый молитвенник, в кавычках, да, несчастлив не тот человек, который пришел и нарвался на какую-то старушку, которая замечание делает в храме, что не так повязано, а несчастлив сам человек, который вот это распространяет, потому что в его сердце, каменистым, ему не помогло, что он в храме, не помогло, что он молитвен, потому что ему кажется, что он рядом со Христом, а он на самом деле, как Господь говорит, да, там словами они со мной, а сердце их далеко от меня, потому что рядом со Христом не может быть каменистое сердце. Это каменистое сердце не может, оно не быть радостным, когда он рядом со Христом. Потому что человек, он вот как просто можно прийти, правда, после службы. Особенно служба бывает там сначала рабочий день, а потом вечером все ночи, по двенадцатый праздник, на кусочек человек после работы доезжает до отдаленного района, приходит в храм, заходит, и ему, правда, тяжело, но он пришел, он очень устал, он невыспанный. Да, и там начальник его мучил, может, всячески на работе вот в первую половину дня, но все равно вот такая тихая радость. Нигде ты прыгаешь до потолка, но все равно на душе хорошо, хоть там и тело плохо. Да, и что ты болеешь, и близкие болеют, там какая-то зараза носится смертоносная, и то, что тебя всячески это беспокоит, ты переживаешь, и все переживают, но у тебя есть радость о Христе, ты все равно понимаешь, доверяешь Господу. Ты знаешь, что даже если плохо, что ему можно помолиться, с ним можно пообщаться, и тоже через это сердце уже у тебя размягчает. Что вот эта радость, она вот когда совершается состояние венчания, есть удивительные слова, пусть будет у новобрачных такая радость, которую имела царица Елена, когда обрела честный крест. Крест — орудие страданий. Ты смотришь на страдания, где Христос мучился, и все равно этот крест — орудие победы над смертью. То, что нас спасает, то, что мы носим не как символ поражения, а как символ победы. И вот это как раз радость, она должна нашу жизнь сопровождать. Тут, конечно, в этом стихии и в нашем нынешнем толковании, в нашем нынешнем разборе очень важно понять, что мы не должны усугублять страдания людей и не стремиться. В том числе как-то вот, ну, просто некоторое, может быть, мазохистское устремление, что вот, я сейчас пострадаю за Христа и через это спашусь. Иногда человек под влиянием лукавого, а иногда к этому подталкивают и другие близкие православные. И, увы, иногда даже священники, в том числе даже заслуженные, говорят, нет, какой-то ты слишком веселый, давай, плачь о грехах. Это все противоречит словам Евангелия. Даже если самый седой, с длинной бородой батюшка говорит, нет, ты должен там грустить и плакать о грехах, а тебе Господь говорит, если ты не сохранил радость проповеди, то ты, значит, соблазнился, то кого надо слушать? Конечно, нужно слушать Христа. Надо радость сохранять. Это не значит радость уклоняться от бед и проблем. Потому что если у тебя не каменистое сердце, ты его будешь открывать. Потому что если у тебя радости в душе нет от христианства, значит, у тебя либо чересчур много страданий. Ты действительно, ты их взял помимо страданий внешних, которые тебе Господь дал потерпеть, ты еще решил и в душе страдать. А зачем? По принципу сгорел сарай, гори и хата. Да, вот уже плохо снаружи, пусть и внутри будет плохо лукаво, говорит, это логика сатанинская. А Господь говорит, нет. Сердце, если в нем плодородная вот эта почва радостная, которая принимает Слово Божие, то она должна не как камень, все, некуда корешкам расти, она должна размягчаться. Поэтому тоже можно себе поставить некоторый духовный диагноз. Да, сказать, Господи, Твою проповедь принимай, с радостью принимай, но как что я ослабляюсь. Либо убегаю от тебя, либо не убегаю от союза окружающих мужчин, но все равно я вот в этом ослаблении пребываю. Теперь вот в вопросе, кто виноват, что виновата, наша камень и твое почва, что делать? Конечно, лучшее лечение — это профилактика, потому что когда уже ты радость потерял, ее обрести, конечно, сложнее. Все равно мы идем, не сдаемся, идем к Христу. Но лучше не дожидаясь этого состояния, то же самое делать. Потому что сердце сострадающее, оно уже не будет каменистым. Неохота сердца не сострадает, все равно иди и помогай, иди позаботься, неохота уступить, уступи, через «не могу». И тогда ты вот свое каменистое сердце усилиями тела, усилиями души, ты его раз на камушке мелкие раздробишь, а уже между мелкими камушками колосок проповеди Божьей сможет пустить свои роски. И, конечно, ты берешь, и когда молишься, ты тоже размягчаешь свое сердце. Но молишься не о выжесточении, потому что если ты молишься о выжесточении, чтобы отчитать что-то, отчитать правила, отставить службу, то это твое сердце не размягчает, это твое сердце ожесточает. Ты приходишь, ты смотришь, о, вот как смотришь на бриллиант. Бриллиант, он прекрасен, он, такие у него грани, и можно при желании там металл взять и там разрезать. Но при этом колосок, ты не съешь в голодный год этот бриллиант, да, вот на необитаемом острове. Никак он тебе там не поможет, тебе нужно вырасти урожай души. Поэтому тоже надо смотреть, чтобы наша молитва, если нас наоборот погоня за прочитанием текста, ожесточает, уйти от этого, молиться своими словами. Вспомнить, когда у нас, правда, вот мы за кого-то переживали, молились, как это было искренне, от сердца. Да, и просто попробовать точно так же помолиться, в том числе и в радостном, хорошем состоянии, не просто Господу поблагодарить искренне. Взял, отложил. Почему вот у нас народ все-таки любит русские акафисты, потому что акафисты, ну, в основном радостное что-то все-таки поется. Да, вот этого очень не хватает в некоторой религиозной жизни, в том числе ее перекосах, когда после окончания гонений люди брали и там на себя вываливали аскетическую литературу, которая совершенно для мирян не подходит. Мы же все-таки отталкиваемся, отталкиваемся прежде всего от слов евангельских Христа. А Христос говорит, да, что вот эту радость, то, что мы принимаем, это нормально. Если ты пришел в храм, и тебе в храме хорошо, хорошо. Если ты пришел в храм, и тебе охота наоборот, даже как-то неудобно, что вот охота там прыгать и резвиться, и ты думаешь, ой, какое-то станистское наваждение, вспоминаем, царь и пророк Давид вокруг ковчега скакал, играл. Если ты наоборот берешь и знаешь, у кого-то близкого кто-то умер, а ты не просто погружаешься в какой-то плач, это не значит, что ты как-то неправ. Не нужно на себя искусственную слезу нагонять, не нужно имитировать. Наоборот, приди с этой радостью в душе, поддержи своего страдающего брата, побудь с ним, протяни ему руку, сделай что-то за него, что у него все из рук валится, близкий человек там может скончался, не может это сделать, сделай-то из-за него. Вот ту радость Христовая, которая в душе есть, она не мешает состраданию, а должна помогать ему, как и помогает каждому из нас приблизиться к Царствию Небесному.